Всем здравствуйте! Сегодня мы испечем английские пасхальные булочки. Для их приготовления нам понадобится 500 грамм муки, 250 миллилитров молока, 70 грамм сливочного масла, 2 яйца, 100 грамм сахара, дрожжи, соль, ванилин, молотая корица, половинка лимона, столовая ложка коньяка, 100 грамм изюма, 200 грамм сахарной пудры, также нам понадобится немного растительного масла и кондитерская посыпка. Приготовление теста начнем с приготовления опары. Для этого в глубокую посуду наливаем 250 миллилитров теплого молока. Температура молока 36-37 градусов Цельсия. Это температура тела. Добавляем в молоко щепотку соли, 2 столовых ложки сахара, столовую ложку с хорошей горкой дрожжей. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем 3-4 столовых ложки муки. Еще раз все хорошо перемешиваем и подождем, пока начнут работать дрожжи. На опаре должна появиться шапочка из дрожжей. Пока подходит опара, подготовим изюм и натрем лимонной цедры. Для начала изюм нужно промыть горячей водой. Промытый изюм заливаем столовой ложкой коньячка и отставим его пока в сторону, пускай коньяк впитывается. Мы тем временем натрем лимончик. Для того, чтобы лимон лучше натирался, я его предварительно замораживаю. На мелкой терке натираем примерно столовую ложку цедры. Когда опара хорошо поднимется, добавляем в тесто примерно 1 грамм ванилина, пол чайной ложечки корицы, столовую ложку лимонной цедры, оставшийся сахар, напомню, что сахара у нас было всего 100 грамм, 70 грамм растопленного сливочного масла, одно целое яйцо и белок от второго яйца. Желток от яйца второго мы оставляем для смазывания булочек. Хорошенько все перемешиваем. Добавляем в тесто изюм с коньяком. Коньяк уже у нас впитался. Постепенно насыпаем полкилограмма муки и замешиваем тесто. В зависимости от качества муки, может ее немножечко понадобиться больше или немножко меньше. Смотрите, по тесту оно не должно быть сильно крутым, ну и не жидким тоже. Тесто должно получиться примерно такой консистенции. Оно вот как бы тягучее, липкое такое, но тем не менее оно уже собралось в один шар и как бы таскается за ложкой по тазику. Все, в этот момент уже муку добавлять не нужно. Количество муки зависит еще от величины яиц, от веса яиц. Мне вот сегодня пришлось добавить примерно грамм 50. То есть у меня ушло в общей сложности сегодня на приготовлении булочек 550 грамм муки. Все, когда вот оно станет такой консистенции, вымешиваем тщательно его до однородного состояния при помощи рук. Таз с тестом затягиваем пищевой пленкой. И убираем его в теплое место для того, чтобы тесто хорошо подошло. Время подъема теста зависит от активности дрожжей и температуры, при которой подходит тесто. Когда тесто хорошенько поднимется, можно приступать к разделке булочек. Рабочую поверхность слегка смазываем растительным маслом, выкладываем тесто, хорошенько его обминаем и делим тесто на 12 одинаковых порционных кусочков. Кусочки теста подкатываем в шарики. Получившиеся булочки укладываем на противень, смазанный растительным маслом на расстоянии друг от друга. Острым ножом на получившихся булочках делаем небольшие надрезы в виде крестиков. Немножко наклоню противень на камеру, чтобы было лучше видно. Такие небольшие крестики должны получиться сверху булочек. Теперь в желток, который мы оставляли, добавляем чуть-чуть водички. Желток взбиваем с водой. И получившейся смесью хорошенько смазываем булочки. С разделкой управились. Теперь противень с булочками убираем в теплое место и даем булочкам хорошую расстойку. Булочки должны увеличиться в несколько раз. Духовка разогрелась. Повторю, что духовку мы разогревали до 180 градусов. Отправляем наши булочки на выпечку. Выпекать их будем до готовности, то есть до румяной золотистой корочки. Время приготовления зависит от возможностей Вашей духовки. Прошло 20 минут. Именно столько выпекалась первая партия булочек в моей духовке. Отправляем на выпечку вторую партию. Когда булочки немного приостынут, приготовим для них глазурь. Для этого в сахарную пудру добавляем примерно чайную ложечку лимонного сока. Понемножку добавляем крутой кипяток. И завариваем глазурь. Глазурь нужно сделать немножечко жидковатой, для того, чтобы она сразу не застывала и стекала с булочек. Теперь берем по одной булочке и рисуем на них крестики. Глазурь сразу же посыпаем кондитерской посыпкой, так как она быстро застывает. Если глазурь начнет подстывать немножечко, добавьте в нее чуть-чуть кипятка и перемешайте. Таким образом украшаем все булочки. Теперь глазурь нужно дать полностью застыть. Когда застынет глазурь и булочки хорошо остынут, можно подавать их к столу. Я надеюсь, что вам понравятся английские пасхальные булочки. А у меня на этом все. Всем приятного чаепития и пока-пока!